Привет! На складе компании «АвтоСтронг» 300 000 запчастей по отличным честным ценам, а на складе компании «МотоСтронг» десятки мотоциклов, привезённых из Европы. Эти мотоциклы пройдут любые проверки. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там представлен весь ассортимент склад мотоциклов. Регулярно обновляется, мы продаём мотоциклы в отличном состоянии, они пройдут любые проверки. Обращайтесь в «МотоСтронг». Менеджеры ответят на любые вопросы и помогут с доставкой по СНГ. Все контакты в описании к видео. Сегодня мы разберём ходовой турбодизель из Италии. Итак, встречаем 1.6 GTD. 1.6-литровый турбодизель от инженеров Fiat появился под капотами автомобилей в 2008 году. Этот двигатель не являлся новой разработкой, а на самом деле являлся упрощённой и уменьшенной версией турбодизеля 1.9 с элементами, которые заимствованы у двухлитрового турбодизеля для автомобилей Fiat, Alfa Romeo и Opel. Кстати, эти два турбодизеля мы уже давно успешно разобрали. Младший турбодизель создан на основе чугунного блока. В ГБЦ два распредвала, 16 клапанов с гидрокомпенсаторами. В приводе ГРМ зубчатый ремень. Топливная система от компании Bosch. Самые мощные версии этого двигателя оснащались турбокомпрессором с изменяемой геометрией, а во впускном коллекторе нет вихревых заслонок. Этот 1.6-литровый турбодизель выдаёт от 90 до 120 л.с. мощности. Его устанавливали на Alfa Romeo Mito и Giulietta, также на Lancia Musa и Delta 3, также на Fiat 500L, Grande Punta, Doblo, Bravo 2 и другие. Также этот мотор получили Opel Combo, Jeep Renegade, Compass 2, а также Suzuki Vitara 3 и SX4. Инженеры компании Fiat первыми представили легковой турбодизель с топливной системой Common Rail. И у них сразу же получился отличный мотор. Эту же традицию они продолжили и с этим двигателем. Действительно, у очень распространённого итальянского турбодизеля 1.6 GTD нет откровенных недостатков. Но есть одна особенность, о которой нужно обязательно знать владельцу. Об этом мы скоро подробно расскажем. На 1.6-литровый турбодизель Fiat устанавливали турбокомпрессор Garret GT1446 с перепускной заслонкой или с изменяемой геометрией. Турбины на этом моторе служат хорошо и практически без проблем. Просто меняйте масло раз в 10 000 км, чтобы хорошо смазался вал турбины. А вот моторы 1.6 Multijet в 120-сильных версиях и в некоторых менее мощных могут испортить здоровье турбины из-за забитого сажевого фильтра, а также из-за смешивания моторного масла с топливом, которое попадает в поддон при попытках прожига сажевого фильтра. Топливная система от компании Bosch для двигателя 1.6 Multijet сделана на основе TNVD Bosch CP1H3 и электромагнитных форсунок. Этот TNVD сделан на основе насоса первого поколения. Он действительно очень надёжный и долговечный. Обратите внимание, что на TNVD есть один регулятор – дозировочный блок, и это единственный управляющий элемент во всей этой системе. На топливной рампе регулятора нет, но датчик давления топлива присутствует. Электромагнитные форсунки Bosch тоже служат очень долго. При условии заправки хорошим топливом служат более 300 000 км. Они отлично ремонтируются, но новые стоят дорого – по $340. Также не забывайте раз в 100 000 км менять огнеупорные шайбы под форсунками. Ну а сегодня разобрать этот популярный итальянский турбодизель нам поможет популярный разборщик Александр. Встречаем! Мы начинаем нашу разборочку! На этом двигателе установлен клапан EGR, приводимый шаговым мотором. При пробеге более 120 000 км этот клапан может подклинивать из-за слоя сажи. Если клапан окончательно заклинит, то появляются ошибки по клапану и аварийный режим. Если клапан заклинит в открытом положении, то часть выклапанных газов будет постоянно попадать во впуск. При этом в ряде случаев двигатель может вовсе не запускаться или не ровно работать на холостых оборотах. Чистка клапана решает эти проблемы. У двигателя 1.6 GTD и его 2-литрового собрата охладитель системы EGR находится под пластиковым кожухом, который находится сзади ГБЦ со стороны радиаторов. Со временем прокладка под этим кожухом дает течь, так же сам кожух нередко может лопнуть. Оригинальная крышка стоит 170 долларов, но такая же оригинальная крышка от 2-литрового мотора для Opel и Saab стоит втрое дешевле. Также есть несколько предложений от заменителей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зубчатый ремень ГРМ подлежит замене каждые 120 тысяч километров. Для его замены необходимы фиксаторы распредвалов, которые вкручиваются вместо вот этих заглушек. Обратите внимание, что впускной коллектор не оборудован управляемыми вихревыми заслонками, но сечение половины впускных каналов уменьшено вот такими стационарными заслонками. Обратите внимание на вот этот канал, как в двигателе 2.0. Здесь протекает охлаждающая жидкость. В редких случаях здесь может произойти утечка охлаждающей жидкости, которая будет попадать во впускной коллектор. По старой фиатовской традиции распредвалы находятся в легкосплавной клапанной крышке, которая является их постелью. По состоянию все очень хорошо. Светлый масляный налет и никакого износа на кулачках мы не видим. ГВЦ в хорошем состоянии, но мы видим масляный нагар. Сейчас заглянем в цилиндры и сделаем предположение, откуда масло попадало в камеры сгорания. Ну, здесь все понятно. Владелец экономил на моторном масле, из-за этого поршневые кольца стерли весь хон в цилиндрах, появился масляный нагар и прочие радости. А вообще, при нормальном обслуживании с этим чугунным блоком ничего плохого не случается. При модернизации турбодизеля 1.9 GTD и превращении его в 1.6 и 2.0 GTD инженеры изменили подключение маслозаборника к маслонасосу. Первоначально из корпуса маслонасоса в сторону поддона был сделан штуцер, в который подключался маслозаборник. Но в ходе модернизации штуцер убрали, и маслозаборник прикручивался к маслонасосу в стык по линии поддона. Этот стык уплотняет маленькое резиновое кольцо, которое со временем рассыхается и во время работы маслонасоса в систему смазки засасывается воздух. Чем больше воздуха в системе смазки, тем ниже давление. На дисплее бортового компьютера показывается сообщение о низком давлении в системе смазки. Первоначально это будет проявляться после холодных запусков этого двигателя. Также бывают случаи, когда смазки перестаёт хватать при движении по трассе, и в этом случае двигатель может заклинить. То есть тут проблема такая же, как на моторе 2.0 MultiJet CDTI. В первую очередь изнашиваются шатунные вкладыши, они могут провернуться и приварить шатуны к коленвалу. Для профилактики этой проблемы нужно каждые 80 000 км менять вот это маленькое уплотнительное кольцо под маслонасоса. Его номер для дизелей объёмом 1.6 и 2.0 для немецких и итальянских машин одинаковый. Записывайте 717-49-352. Как вы видите, маслосъёмные кольца здесь очень тонкие и при экономии на моторном масле моментально закоксовываются. И в поршнях отверстий для отвода масла нет совсем. На поршнях мы видим следы масложора, а именно нагар масляный на жаровом поясе. А теперь перейдём к шатунным вкладышам. На шатунных вкладышах мы видим износ, особенно на верхних вкладышах. Проблемы со смазкой добрались и до сюда. Коленвал выглядит визуально многообещающе. В общем, если поменять вкладыши, то этот мотор ещё бы походил. Но отсутствие хона в цилиндрах вряд ли сделают эксплуатацию радужной. Разборка закончена и сегодня мы разобрали добротный итальянский мотор, у которого слабых мест реально меньше, чем у немецких. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».